Мы продолжаем следить за ремонтом подземок на Московском. Напомню, в ходе масштабной реконструкции проспекта начался и ремонт переходов. Сейчас работа находится на завершающем этапе. Как меняются подземки и видят ли эти перемены горожане? Лично я пока не вижу результатов. Долго делают ремонт. Не быстро, медленно, посмотрите. Все чаще челнинцы отрицательно отзываются о ходе ремонта. По мнению некоторых, он серьезно затянулся. Да и уже выполненные работы вызывают ряд вопросов у горожан. На той стороне на Рубаненко выход как-то сделали неправильно. Во-первых, узкий проход и переход почему-то не обозначили до сих пор. Тем не менее, результаты есть. Недавно появилось освещение в подземках на остановках Гренада, 58-й комплекс, Тимрязевский проезд, а также Ак-мечеть. Изменениями в последний челнинцы остались особенно довольны. Конечно, вот так хорошо крачев сделали. Давно бы надо пора делать. Ничего до зимы доделают, я так думаю. Но зато сейчас как хорошо. Ступеньки будут не обледенелые. Стало просторнее, светлее. Думаем, что больше грязи не будет здесь. Помимо освещения, подземные переходы получили обшивку парапета и облицовку навесов поликарбонатом. Гидроизоляция также выполнена. А вот отделкой внутренних стен переходов ремонтникам только предстоит заняться. Ведется внутренние работы по монтажу каркаса для крепления латонита. Это последний этап работы, монтаж каркасов. Закрепим латонит и будем задавать объект. Изнутри каждая подземка получила свой уникальный дизайн. Так, на остановке Ак-мечеть переход будет выполнен в трех цветах. Зеленым, салатовым и желтым. Вписки отстающих от графика. Подземка на остановке Московский проспект. Здесь работы выполняются по мере поступления материалов. Но независимо от забоя поставок, сдать этот объект, как и остальные, необходимо до конца декабря. Виктория Евсеева, Любовь Захарова, Андрей Буслаков, Челны, 24.